Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня» мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции мы продолжаем цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня мой собеседник, заместитель начальника отдела УГИБДД МВД России по Тверской области Павел Власов. Павел Анатольевич, приветствую вас! Здравствуйте! Сегодня анализируем состояние аварийности на дорогах региона и говорим о мерах профилактики. Начнём, наверное, со статистики. Да, традиционно начнём со статистики. У нас с начала года до настоящего момента на дорогах Тверской области произошло 362 ДТП, в которых, к сожалению, 30 человек погибло и 477 получили ранения. Ну, если говорить о цифрах статистики, да, много или мало, да, понятно, что каждая жизнь, это она бесценна. Но, если, вот давайте немножко в глобальном плане посмотрим на эту проблему, то есть я специально перед программой посмотрел статистику за последние 10 лет и, значит, увидел следующее. У нас в 2014 году на дорогах региона погибло 345 человек. То есть через 10 лет, через 10 лет, в 2023, то есть в прошлом году, эта цифра составила 144. То есть сокращение практически более чем в два раза. Но здесь свою репту вносит и национальная программа, безусловно. Да, естественно, естественно. То есть в последние годы мы видим, что и дороги стали безопаснее, и все же и право сознания людей все-таки повышается, да, благодаря вот этой пропаганде и так далее. То есть о чем речь? В принципе, дорожная обстановка, она развивается всегда неоднозначно, да, но видно, что тенденция к сокращению. Понятно, что, наверное, надо и дальше работать в этом направлении и не останавливаться, но вот имеем то, что имеем. Вторая особенность, в принципе, дорожной обстановки – это ее сезонность. То есть вот мы сейчас, если будем говорить о видах и причинах ДТП, да, то понятно, что они зимой и весенний-летний период отличаются. Эти и виды сами, и причины ДТП. Самое большое количество в какое время года аварии фиксируется? Вот ежегодно, ежегодно, если графически так представить состояние аварийности, да, вот эта кривая аварийности, она начинает расти примерно с мая, с пиковыми значениями в июле-августе, и потом спадает где-то к октябрю. Казалось бы, снега нет, дороги не скользкие, да, и все наоборот. Ну, здесь все привязано, скорее всего, к трафику, то есть к интенсивности движения. Да, ясно, что часть автолюбителей, они зимой не используют автомобили. Второе, используют более аккуратно многие. Ну, тут много факторов, но и, к сожалению, имеет место такой фактор, как употребление спиртных напитков. Об этом мы еще, конечно, говорим всегда отдельно. Если уже затронули причины, то вот пик у нас приходится, это июль-август. Каковы основные причины? Это как-то превышение скорости, наверное, да, как у нас часто бывает? Ну, вы знаете, я глубоко убежден и всегда это говорю, что все-таки первой причиной всех ДТП является несоответствие скорости конкретным дорожным условиям. То есть каждая дорога, к ней должна быть привязана какая-то определенная... То есть человек должен, водитель, определить, что вот на этой дороге я могу двигаться с такой скоростью, ну, исходя из своих навыков, из-за особенностей транспортного средства, из состояния самой проезжей части, да. На этой дороге я могу двигаться с такой скоростью и так далее. Даже это города касается, то есть у нас в городе есть такие участки, где надо ехать со скоростью 40 км в час, чтобы это было безопасно, с учетом интенсивности движения пешеходов и рельефа местности. Так вот, в летний период, весенний-летний период, в основном, естественно, аварийность смещается на участки региональных автодорог, которые вот у нас ведут от областного центра к муниципальным образованиям и к соседним регионам. По самому верхнему ужьем. Совершенно верно, да, потому что федеральные дороги, на них тоже, конечно, присутствует аварийность, да, но благодаря всяким инженерным мероприятиям, в том числе в рамках вот этого проекта нашего безопасной и качественной дороги, разделили встречные потоки. Это, ну, максимально эффективная мера, да, если у нас получилось бы разделить встречные потоки на региональных автодорогах, то аварийность упала бы в разы. То есть, вот так называемый отбойник. Чтобы встречные потоки не пересекались. Не пересекались. Да. И именно вот как бы с этим связаны основные виды ДТП, которые происходят на региональных дорогах. Но здесь от качества, от качества самого покрытия зависит, ведь не все наши внутренние, так называемые, дороги окончательно отремонтированы. Или все-таки, или все-таки, вот как вы называете это, потому что выезд на встречку возможен. Ну, посмотрите, парадоксальная ситуация получается. С одной стороны, увеличение качества, улучшение качества покрытия, да, не приводит к снижению скорости, да. Люди видят, что дорога начинает ускоряться, да. Вроде бы цель-то благая, да, нам сделать дороги, но при этом мы получаем не в некоторых случаях обратный результат. Для этого нужны дополнительные мероприятия по безопасности. То есть на тех участках, где мы предполагаем, что может быть превышен скоростной режим, используются камеры, фото-видео фиксации, какие-то дополнительные знаки, вот, может быть, все видели, кто часто передвигается по региональным автодорогам, появились такие на спасных поворотах, появились такие знаки, вот, направление поворота. То есть в темное время суток это очень помогает водителю. То есть это одна вот из мер, которые направлены на безопасность. Если говорить о дорожном покрытии, например, приведу такой факт ДТП, который был в апреле месяце, да, у нас произошло страшное ДТП в Торжокском районе, там, когда вот опрокинулся самосвал и погибло сразу несколько человек. Опять же, с покрытия была хорошая дорога, была отремонтирована в рамках проекта БКД. Но был затяжной и довольно крутой поворот, и водитель грузовика, ну, выбрал скорость, которая, ну, он был гружен, да, еще к тому же, и, ну, ясно, что поэтому опрокинулся. То есть законы физики никто не отменял. Так вот, возвращаясь к этой нашей первопричине, то есть несоответствие скорости конкретным дорожным условиям. Вот один пример. Второй пример, если говорить про сезонность. Зимой ясно, что скорость должна быть снижена в принципе, да, а если говорить о региональных дорогах, то у нас там скорость разрешена 90 км в час. Но если мы видим, что у нас покрытие, ну, снегом покрыто, либо рельеф не позволяет, естественно, нужно скорость снижать. С одной стороны, вроде бы 90 км в час мы правила не нарушаем, но с другой стороны, мы видим, что дорожные условия нам не позволяют с такой скоростью двигаться. То есть все в голове у водителя, куда ни крути, да? Да. Здесь совет относительно передвижения. Кстати, утром, вечером, ночью, когда в основном пик аварийности, есть такая статистика? Ну да, в целом ее нельзя, как бы, что-то прям объективно оценить, но в общем и целом, опять же, она привязана к участкам дорог. То есть если в городе пик ДТП приходится, ну, такая автология, на часы пик, то есть это когда где-то примерно с 12 дня до 4 дня, да, то, например, на федеральных автодорогах аварийность, она, например, в утренние часы происходит. То есть ранним утром, там, например, с 3 и до 7 утра. Ну, потому что связано с утомлением, и так далее. Аварийность на региональных дорогах, она практически ко времени не привязана, и она больше зависит от, скорее всего, дней недели. То есть когда люди начинают двигаться за город, то есть с пятницы по воскресенье, тогда, значит, и увеличивается аварийность. Если говорить о центрах муниципальных образований, то же самое ситуация, это происходит практически в дневные часы. Так что, ну, тут надо смотреть конкретно каждому муниципальному образованию. Если возвращаться к причинам, и так, выезд на встречку мы упомянули, да, превышение скоростного режима? Ну, понимаете, вот у нас причина-то, получается, вид ДТП, это выезд на встречную полосу, либо съезд с дороги, но при этом-то мы скорость не остановили, но если разбираться в механизме совершения, то, вероятнее всего, скорость не соответствовала дорожным условиям. Причем механизм совершения ДТП и при выезде на встречную полосу, и при съезде с дороги, и при опрокидывании, он в некоторых случаях схож на региональных автодорогах. Когда водитель движется, например, по кривой, по затяжной, на скорости несоответствующих дорожным условиям, о которых мы говорим, может произойти частичный съезд на обочину, потеря управления, снос либо занос, и тогда уже там, куда кривая, что называется, либо в свет, либо на встречную полосу. Вот что, собственно, происходит. Что мы можем сказать о особенностях летнего вождения? Входим в лето, что называется, да, что-то особенное, но есть на что нужно обратить внимание сейчас водителям? Ну, во-первых, не надо баловаться со скоростью, то есть скоростной режим надо опять соблюдать в соответствии со своими навыками. То есть, например, приведу пример нашей всем известной и очень хорошей федеральной автодороги М-11 Нева, Московская, платная автодорога, да. Некоторые люди неправильно воспринимают эту формулировку, что если это платная дорога, я могу низко лететь, что называется. Но вместе с тем, любая даже скоростная автодорога, она рассчитана на предел скорости. То есть, например, если говорить об этой нашей трассе, то там максимальный подел скорости – это 150 км в час. Ну, это, ну, вот всё, конец. Поэтому мы же видим, что, например, у нас в зимнее время там скорость у нас ограничена 110 км в час. Ну, наверное, не будем лукавить, понятно, что все едут чуть-чуть быстрее, с учётом нештрафуемого порога в 20 км в час, да, и, наверное, едут все там 120, ну, там, плюс-минус. Вероятнее всего, на многих участках это безопасно. Но в летнее время на некоторых участках этой автодороги скорость разрешена до 130 км в час. То есть, опять же, мы простую арифметику, плюс 20, получается, те максимальные 150. Те 150. Вот. Но здесь надо учитывать, во-первых, а, навыки самого водителя, б, технические возможности самого автомобиля. То есть, и на некоторых участках, на некоторых участках этой автодороги даже со скоростью 110 иногда проблематично проходить такие затяжные повороты. Поэтому тут надо быть максимально внимательным. Вторая, значит, бич этой дороги – это грузоперевозчики, да. Ясно, что у них режим скоростной несколько ниже, чем у легковых автомобилей, да, и поэтому у нас всего-то по две полосы на этой автодороге. И поэтому, если по правой полосе движется грузовик, и вдруг начинает замедляться по какой-либо причине, да, то есть здесь надо быть максимально внимательным. То есть там довольно часто происходят эти наезды на стоящее транспортное средство. Та самая пресловутая дистанция, о которой мы говорим всегда. Поэтому это вторая причина. Третье риск, наверное, в летнее время – это длительные перегоны, да. У нас летом часто все едут отдыхать на автомобилях, да, и поэтому, ну, расстояние, например, в 1000 километров – это довольно значительное расстояние даже. Ну, и даже в 700 и в 500 километров – это довольно значительное расстояние. Это Москва-Тверь, там, или Тверь-Санкт-Петербург. Поэтому необходимо отдыхать все-таки. Потому что все-таки, если мы едем долгое время с высокой скоростью, например, по оплатной дороге, да, то у нас вот это ощущение скорости, оно немножко уже неправильно воспринимается, внимание притупляется, и что приводит к каким-то вот неприятным последствиям. Научные какие-то исследования есть? Через какое время необходимо отдыхать? Или человек сам определяет? Или пассажир его видит, что он засыпает? Ну, вообще говоря, у нас, к сожалению, правилами обязанности отдыхать водителю легкового автомобиля нигде не прописано, да, но при этом у нас водители грузовиков, которые, ну, это профессионально, это чья это профессия, у них предписано через каждые 3,5 часа отдыха около 40 минут. В принципе, такой же аналогией можно действовать и водителю легкового автомобиля. Может быть, можно увеличить время в пути не 3,5, а 5 часов, например, или 4, и время отдыха сократить до 20-30 минут, но, тем не менее, отдых должен быть. Летнее вождение, если мы говорим о лете, об этом времени года, подразумевает наличие двухколесного транспорта. Об этом мы, наверное, не устанем говорить никогда. Недавно говорили, что касается детского травматизма, так называемые средства индивидуальной мобильности, велосипеды, мопеды и прочее. Давайте, наверное, мы, если говорим о целом дорожном движении, давайте немножко на мотоциклах остановимся, которые участвуют в общем процессе дорожного движения и которыми управляют, будем говорить, уже опытные водители, да, и которые в потоке движутся. Ну, не стоит забывать, во-первых, за зиму навык управления теряется. Каким бы ты ни был выдающимся мотоциклистом, все-таки навыки тебе надо восстановить. Второе. Мотоцикл, ну, немножко отличается от автомобиля, но тоже немножко сильно отличается от автомобиля. По многим характеристикам. То есть их динамика выше и сама безопасность водителя тоже меньше, то есть он просто открыт. Вот. И третье, наверное, мало кто на это обращает внимания, то есть вот чуть у нас снег сошел, немножко солнышко выглянуло, и мотоциклисты начинают выезжать уже на своих железных конях. Но есть такая здесь, как сказать, подводный камень. Мотоциклетная резина, она требует такого небольшого прогрева, да. Все знают, кто ездил на мотоцикле, у них потому что рисунок своеобразный и так далее. И поэтому, когда еще температура покрытия не поднялась, ну, до нормальных режимов, да, то это все равно, что мы едем по льду на автомобиле. Такие же особенности и управление мотоциклом. То есть об этом не стоит забывать. Второй момент. Мотоцикл, он не всегда заметен в потоке. Это я уже обращаюсь не к мотоциклистам, а к водителям остальным. Потому что, ну, по габаритам сильно отличается, да. Собственно, по этой причине мотоциклы чаще всего красят яркие цвета, если вы все обращали внимание. И включают дальний свет фары, это предписано правилами. То есть, ну, вот эти моменты надо обращать все-таки внимание, что если появились у нас мотоциклисты на дороге, значит, надо чаще смотреть в зеркала и быть более внимательным. Потому что вот праздничные выходные с 8 по 12 мая показали, что все-таки люди отвыкли от присутствия мотоциклистов на дороге. Причем в некоторых ДТП, которые произошли в эти дни, виноваты не сами мотоциклисты, ну, не просто ли преимущество им в движении. Не ожидали появления, потому что динамика все-таки выше и так далее. Соблюдают скоростной режим мотоциклисты. Ощущение создается за счет, наверное, внешнего вида, да, и особенностей мотоцикла, что они просто вот мчатся с какой-то великой скоростью. Ну, тут что говорить о соблюдении. То есть у нас в регионе очень много камер фото-видео фиксации. Мотоциклы также фиксируются этими камерами. Поэтому, ну, если человек не понимает, что нужно делать все правильно, значит, будут меры превентивного характера к нему приниматься. Еще немаловажный момент – это экипировка мотоциклистов. Мы только хотели спросить об этом. Мы говорили уже про безопасность. Понятно, что надо максимально использовать эту экипировку, если есть возможность. Помимо шлема, то сейчас уже, ну, просто много всего, начиная от защитных курток, да, которые позвоночник защищают, на локотники, обувь, перчатки специальные и так далее. Опять же, вот в этой связи пример ДТП за выходные дни, который произошел. Возможно, это может быть не правило, но, тем не менее, на грунтовой дороге в Беженском муниципальном районе водитель, управляя мотоциклом, ну, думал, что... Ну, он себя там, наверное, ездил, да, и ничего опасного. Но, тем не менее, там есть вероятность, что он находил состояние опьянения. Второе – сопутствующая причина. И третье – сопутствующая причина, что он без шлема был. Соответственно, он на этой грунтовой дороге совершил опрокидывание, ну, это падение, если объяснить простыми словами, и, ну, естественно, погиб. Вот, ну, для чего это нужно было ему такие действия совершать, непонятно, но так уж получилось. А может быть, сейчас стоит напомнить еще раз родителям, которые приобретают своим чадом те самые скутеры и мопеды? С какого возраста, когда нельзя? Управлять вообще и получить водительское удостоверение на данную технику можно с 16 лет. Минимальный возраст, с которым можно получить удостоверение. Поэтому просто настаиваю и прошу родителей, не нужно смотреть в сторону этой техники раньше этого возраста. То есть пусть ребенок достигнет этого возраста, пусть научится. Начнется автошкола. Потом, если вы считаете, что у вас более серьезные навыки, сами научите ребенка еще там каким-то зам управления мотоциклом. Экипировка, шлем. И только тогда можно выезжать на дорогу. Раньше, в возрасте 16 лет, без водительского удостоверения управлять такой техникой нельзя. Велосипедисты и средства электросамокаты, в основном средства индивидуальной мобильности, как мы переходим проезжую часть на перекрестках? Еще раз повторим. У нас сегодня определенный ликбез. Вот основная ошибка всех этих велосипедистов и средств индивидуальной мобильности, которые приводят к ДТП, это пересечение проезжей части, не спешиваясь. Даже по пешеходному переходу. Я уже не говорю про банальное нарушение, в принципе, пересечения где-то там по диагонали. Такие факты тоже все, наверное, жители нашего города наблюдают. Это, конечно, страшно. Но, тем не менее, сотрудники госавтоинспекции не могут оказаться максимально там во всех местах. Но, тем не менее, у нас проводятся рейды, и вот это все пресекается. И, ну, штрафные санкции применяются. Только спешившись переходим? Пересекаем проезжую часть, только спешившись. Даже по пешеходному переходу. Еще одна проблема, которая всегда, много лет, а возвращаемся к одной из причин аварийности, это нетрезвое вождение. Что у нас здесь, какая статистика? Становится ли меньше из года в год, говорим? К сожалению, все учатся на личном примере, причем на негативном. И у нас вот, если поговорить о статистике выявления, то у нас еженедельно, каждую неделю выявляется, ну, плюс-минус, там около 100 водителей в состоянии опьянения. Причем где-то от 8 до 12 из них, то есть это 10% составляет, это уже которые повторно, которые попадают под уголовную ответственность. Слушайте, это много, да? Это за одну неделю статистика. То есть цифры довольно значительные. Но при этом аварийность, если говорить о аварийности участия этих водителей, она все-таки упала. Ну, наверное, потому что они выявляются. То есть потому что есть профилактика. Потому что если не профилактировать, люди поймут безнаказанность и будут вести себя неадекватно. Вот, ну, если говорить о статистике, у нас с начала года 24 ДТП произошло с участием водителей в состоянии опьянения. В них 4 человека погибли, 36 получили ранения. Ну, цифры вроде бы успокаивают чуть-чуть. Но если вернуться к прошлому году, то мы увидим, что у нас всплеск такой аварийности произошел в июле месяца. То есть у нас практически все вот эти пьяные ДТП произошли вот в июле. Ну, потому что лето, тепло. Ну, то есть это... Шашлык. Ну, как-то так, да. Дача, да, до ближайшего магазина. Все уезжают за город, там думают, что, ну, меньше контроль, дороги менее с интенсивным движением. Но это ошибочное мнение, потому что человек в состоянии опьянения ведет себя неадекватно. Здесь не всегда зависит от интенсивности. То есть, опять же, он сделает в состоянии опьянения то, что не сделает, когда будет в треном состоянии. И поэтому привозит это к ДТП. Вроде бы ужесточены меры наказания вплоть до уголовной ответственности. Что еще можно придумать государству? Вот, к сожалению, это то нарушение, которое зависит только от госавтоинспекции. То есть это нарушение можно выявить только руками. И второе, то есть вот этими нашими с вами программами, то есть, ну, какой, даже если из 10 человек один задумается о том, что я не сяду за руль, это и то будет плюс в нашу с вами пользу. Потому что, ну, что делать? Будем долго и уверенно вот это все рассказывать. Обратиться, наверное, может быть, к жителям региона еще раз повторением отечения, чтобы звонили, сообщали. Неравнодушных людей больше стало? Ну, да, кстати, информации поступает много. И что более, что хорошо, на контакт пошли владельцы придорожного сервиса. То есть кафе, заправок, да, то есть, ну, они же, через них проходит поток большой водителей, да, они же видят, кто в каком состоянии. И, собственно, ну, сообщают. И много таких фактов, особенно на территориях муниципальных образований, то есть не на территории города, потому что там, ну, все же друг друга знают. То есть там связь с начальником либо с инспектором госавтоинспекции найти легко. И поэтому информация поступает. Контроль трезвости, к которому уже все участники дорожного движения за годы привыкли, в каком режиме проводится и кто участвует? Ну, вот у нас с годами немножко формат меняется. То есть начинаем с того, что, во-первых, он проводится, ну, максимальным количеством личного состава, максимальным количеством экипажей, да, то есть стараются проводить на тех участках дорог, где можно обеспечить тотальную проверку транспорта. То есть каждый автомобиль, который там проезжает, он останавливается и проверяется. Второе, привлекаются другие службы для увеличения числа нарядов, то есть участковые в основном это уполномоченные, поэтому это не закончится. То есть не хочу никого пугать, но мы будем работать в этом направлении, с пьяных водителей мы будем дорогу убирать. Основной акцент пьяных за рулем – это по-прежнему пятница перед выходными? Ну да, в основном это все-таки происходит в выходные дни с пятницы по субботу-воскресенье. То есть даже с пятницы по субботу, потому что воскресенье уже, ну, если даже говорить о выявляемости, да, то и сравнивать с этими днями, то в воскресенье меньше всего выявляется. Ну, потому что народ расслабляется. Жизнь у нас, да, непростая сейчас, и, к сожалению, у нас русские люди в основном расслабляются именно так, ну, все как бы закономерно. Ну, хотя есть возможность и либо пешком, либо на том же такси? Конечно, конечно, сейчас, ну, возможности сколько угодно. То есть в этой связи тут, наверное, еще бы и к, не только бы к водителям обратился, а к тем, кто, ну, с ними вместе находится в это время. То есть надо просто остановить человека от ошибки, уберечь от ошибки. Потому что, ну, если увидите, что не надо ему ехать, ему ехать, значит, действительно не нужно. Контроль трезвости по всем дорогам Верхнего Ужья. То есть пускай не расслабляются жители того же Оленина или Нелидова. Конечно, конечно. У нас районы, те, которые даже удаленные, мы оказываем даже помощь силами наших подразделений на региональном уровне, то есть батальон, то есть это серьезные подготовленные сотрудники на хороших автомобилях, ну, поэтому шансов нет. Еще одна проблема, это непременный участник дорожного движения – пешеход. Что у нас с пешеходами? Какая сейчас основная существует проблема безопасности? Смотрите, у нас вот ежегодно и в прошлом году, и в позапрошлом была проблематика, когда пешеходы попадали в ДТП по собственной вине. То есть переходили либо не в установленном месте, либо передвигались в темное время суток за городом, да, когда их незаметно. В этом году ситуация поменялась коренным образом. То есть мы вроде бы работали с пешеходами, а водители немножко забыли о том, что нужно пешеходов пропускать на пешеходных переходах. Да, даже забыли. И, к сожалению, вот сейчас у нас седок наезд на пешеходов с тяжелыми последствиями, они произошли на пешеходных переходах. То есть это, ну, получается, вина в основном водителя. Ну, тут опять же надо рассматривать эту проблему в комплексе. Тут надо и пешеходам тоже быть максимально внимательными. Потому что мы уже говорили, да, что у нас по правилам пешеход, когда подходит к пешеходному переходу, нерегулированным. Он обязан убедиться в безопасности своего перехода. Не просто идти, да, вот так, что я здесь король положения. Я всегда говорю, нужно наладить визуальный контакт с водителем. То есть мы посмотрели на водителя, он посмотрел на вас, вы друг друга увидели, поняли, что я сейчас пойду, и тогда, скорее всего, ничего не произойдет. И второй момент, опять же, пешеходы часто используют... Ну, сейчас, может, не так актуально. В капюшоне переходит дорогу, например. Капюшоны, наушники. Наушники, да, гаджеты различные. Ну, как будто человек, как в игре, сохранился, да, и ничего не произойдет. То есть надо понимать, что дорогу надо перейти даже по пешеходному переходу максимально быстро, ну, чтобы не было никаких недоразумений. Ну, это все, собственно, что касается пешеходов. А то, что касается водителей, понятно, что мы едем по городу, отвлекаться тоже на гаджеты нельзя. То есть, возможно, то есть мы как бы, знаете, это сложно, но, возможно, большинство наездов происходит именно поэтому. А сейчас существует вообще какое-то наказание за пользование тем же самым телефоном? Ну, оно как... Ситуация не поменялась. Оно как было введено, вот этот вот использование телефона без специального устройства, так оно и есть. Но мы же сейчас видим, сейчас, если вот внимательно посмотреть по сторонам, когда мы идем по улице, то мы увидим, что уже водители-то не телефоном не разговаривают, они сидят в соцсетях. Что, наверное, даже более опасно, если так обратить внимание. Ну, наверное, они это делают во время, там, остановки перед светофором, в пробке и так далее. Но, тем не менее, мы же все равно движемся. То есть, дорога, ситуация на дороге меняется ежесекундно. Вот интересно, вы сказали про пешеходов, хотя, согласитесь, Павел Андреевич, что в рамках национального проекта, ведь сколько много сделано именно для пешеходов, пешеходные переходы, и знаки, которые видны издалека, и ночью, да, и специальные кнопочки, которые дают возможность перейти безопасно. Ну да, вот максимально, как показывает практика, все-таки максимально можно обезопасить пешехода, это вызывной светофор. То есть, когда мы нажали, перешли дорогу под зеленый сигнал светофора. Все-таки, вот так называемая система умных светофоров, она играет на руку безопасности? Ну, скорее всего, это еще такой пилотный проект, и надо еще это изучать. Но цель вот этой сети умных светофоров, она сократить количество пробок. То есть, они светофоры, если, ну, обратили внимание, они, например, расположены каскадно, то есть, например, если взять от вокзала, да, ну, да, да. И вот это прямая, вот, переходящая в Тверской проспект, далее Комсомольский проспект, да, и это максимально снизить нужно заторвая ситуация. То есть, в принципе, вроде бы, это еще, ну, пока работает. Если говорить о участии в этом, в этой схеме пешеходов, да, то мы видим, что в основном на таких улицах все машины стоят, а пешеходы идут. Вот и все. То есть, мы разделили просто потоки, и этим можно только обезопасить. Несколько еще раз в рамках нашего безопасного ликбеза о необходимости ремней безопасности. Да, ремни, это тоже такая у нас проблематика, хотя сейчас она начала уже спадать, люди начали понимать, что это все-таки нужно делать. Почему? Потому что, а, сначала скажем про профилактическую работу. У нас на территории региона 38 камер, которые фиксируют непристегнутый ремень безопасности. Где они установлены, естественно, водители не знают. Поэтому надо быть готовым к тому, что она может быть везде. Причем, это же программное обеспечение, то есть, можно ее к любой камере, даже на перекрестке установить, это обеспечение. Если говорить в целом о влиянии ремней безопасности, то это же тоже сопутствующая причина. То есть, оно само причиной этой ДТП не может быть. Но если вдруг произошло все-таки ДТП, то ремни все-таки спасают жизнь. То есть, мы уже много раз говорили, что если водителям, пристегнутые на передних сиденьях, используют ремни безопасности, в случае ДТП сокращается риск травмирования где-то на 45-50%. На задних сиденьях около 30%. Задние сиденья тоже обязательно пристегиваются? Конечно. Если у нас в правилах даже прописано, если автомобиль оборудован ремнями безопасности, все должны быть пристегнуты в автомобиле. Павел Анатольевич, заканчивается наша программа. Буквально несколько слов подытожим. Главный совет участникам дорожного движения. Ну, во-первых, да, этот наш больной вопрос – это скорость движения. Все-таки обращаюсь ко всем водителям, что раз наступило лето, дороги у нас хорошие, все же надо везти автомобиль с той скоростью, на которой вы можете им управлять. Это первое. Дорога, она все-таки ошибок не прощает, и поэтому надо быть максимально внимательным. Не нужно использовать во время движения гаджеты ни водителям, ни пешеходам. Нужно друг друга уважать. И быть всегда трезвым и в своем уме, да? Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Павел Власов. Будьте здоровы и соблюдайте правила дорожного движения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова